Итак, это краткое видео касательно акций компании Alcoa, алюминиевая компания. Но скажу сразу, сделку по Alcoa я закрыл, результат прибыли зафиксировал 15%. Про эту компанию я еще писал 25 января, что в диапазоне 16 дефис 19, я ее буду подбирать, там подобрал и на уровне 21.85 весь портфель пакет, то есть с этой акции слил. Соответственно, вырученные доллары, то тело капитала, которое я вкладывал в Alcoa, я так и оставлю в валютной подушке, доллары я продавать не собираюсь. Ну а профит, который получил с Alcoa, я, соответственно, выведу, тут уже чисто для самого себя мне эта сумма нужна. Вот, и я думаю, сейчас появится у людей вопрос, кто меня смотрит, мол, Михалыч, вот ты продал Alcoa, видишь ли ты рост в ней, или роста не будет, зачем ты продал? Ну, такие, знаете, извечные вопросы, на которые я сейчас постараюсь ответить. Рост в Alcoa я, соответственно, вижу, он есть, но я-то продаю не потому, что хочу продать, а потому, что мне это необходимо продать. Поэтому и сейчас набьется тоже, оп, эту область, ну, почти закрывая гэп до уровня 22.80, 22.80, да. Соответственно, данный гэп, я думаю, будет в скором времени закрыт, поэтому вы смотрите, как хотите сами, в принципе, хотите сделку, можете тоже закрыть по Alcoa, либо, если у вас жадность позволяет и выдержка, и если вам деньги не нужны, то можете просто пока сделку не закрывать, ее оставить. Если перейти на более мелкий таймфрейм, постепенно акция перегревается, если более, говорит, досконально, технически. Но какого-то сильного падения в ней ожидать не стоит, но, соответственно, стоит помнить, что вот этот гэп на уровне 20.95, скорее всего, скоро будет закрыт. И цена пойдет у нас просто красивой, еще одной волновой структуры вверх. Выросла, откатилась, выросла, откатилась, выросла и дальше в боковик на раздачу какое-то время. Ну, как и происходит всегда на американском, российском рынке, тут уже, в принципе, не суть важно. В общем, сейчас тоже некоторые американские идеи я нашел на их рынке. Это компания промышленного сектора, но, соответственно, пока они не пришли еще к тем назначенным уровням, к каким обязаны прийти, ну, и они придут тогда, когда придут. Потому что они находятся еще в своем коррекционном движении, только они начали рисовать там одни из первых, скажем так, сигналов на разворот ценовой, то есть вниз. Ждать их еще, ну, возможно, недели две-три, хотя хрен его знает. Тем более сейчас на рынках попахивает, мягко говоря, рисков. И нефть уже разворачивают постепенно, да, и рынки, ну, тоже краснеют. Так что особо впадать в эйфорию, во всю эту тематику, я думаю, не стоит. Просто держите руку на пульсе и будьте крайне аккуратны. Соответственно, умейте тоже фиксировать прибыль, ну, и душите в себе жабу. Потому что торгую на американском рынке, вы должны понимать одну важную деталь, что рынок там опузырен полностью. Именно, в первую очередь, технологические компании. Когда они будут валиться, валиться все секторы будут. Единственное, где нет пузыря, это промсектор. Промсектор тоже будет на равне со всем рынком падать, когда время придет. Но падать он будет не так сильно, как будут падать технологические компании. Это надо помнить. Поэтому и сейчас, даже в текущей парадигме времени, я вижу все равно резон, какие-либо сделки открывать на их рынке, отрабатывать и закрывать. Там 15, 20, 30 процентов взял, забрал, все. Доволен, нормально. Потому что такой парадигмы времени, когда центральные банки занимаются просто полным саботажем, мне доверие особо такой ситуации не внушает никакого. Отсюда и гиперосторожность. Потому что, когда бабки в рынке делаешь долгие годы, да, соответственно, не хочется их слить. Не хочется, не хочется, подчеркиваю, не хочется. Это прям нарицательное не. Не хочется. Да, потому что быть лудоманом там с таким багажом опыта, ну, это просто позор лютый. Поэтому любой шаг, любой ход, любой шаг надо просто брать и просчитывать. В общем, свою стратегию я высказал, свою сделку я высказал. Кто на алко заработал, вас я поздравляю. Вот. Ну, и, соответственно, какие-либо еще идейки, какие будут, будут на американском рынке, на российском. Я их буду давать преимущественно, в первую очередь, в телеграм-канале. Ссылка на эти телеграм-каналы находится в описании к каждому видеоролику. Вот здесь, в графе нашей медиаресурсы. Ну, и, соответственно, эти же телеграм-каналы имеются в закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте. И в четвертом пункте в контакт-группах. Поэтому все идеи, какие я отрабатываю, они повосятся в качестве технического анализа. И потом, когда я в какую-либо идею вхожу, я ее сразу публикую в портфеле телеграм-канала. Вот этот важный нюанс необходимо учитывать. В общем, думайте сами, ваша голова на плечах – это ваш работоспособный механизм. И помните, что ваш капитал – это ваша зона ответственности. Никто вам в рынке ничем не должен, поэтому, если в рынке заработали, поклонились перед монитором раком и сказали спасибо рынку, что он дал вам заработать. Потому что 95% трейдеров бабло свое теряет. И я сейчас не утрирую, говорю как есть. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.